В Андах, на высоте 4000 метров над уровнем моря, команде Калипсо предстоит знакомство с загадкой озера Титикака. Никто не знает, что скрывает в себе его холодные враждебные воды. Согласно древним легендам, глубины таят в себе бесчисленные сокровища. Эти молчаливые камни могут рассказать о цивилизации, некогда процветавшей на берегах этого озера. Ныряльщики никогда еще не опускались на дно этого озера. Неизвестно, какие тайны скрывает в себе озеро и его необычные обитатели. Жизнь расцвела в этом холодном озере пышным цветом, принимая зачастую причудливые формы. Даже у этих странных амфибий есть свой секрет. Нигде в мире они не достигают таких размеров. Тайнами и загадками полны и берега озера Титикака. Подводная «Одиссея» команды «Кусто». Режиссер Марсель Ицхак. Композитор Уолтер Шарф. Посвящается нынешнему и будущим поколениям молодых. Фильм Жака Ивакусто и Алана Лансбуро. Легенда озера Титикака. 14 августа. В глубине неспокойного Тихого океана аквалангисты изучают подводный риф. Штормовые волны раскачивает Калипсо как игрушку. Капитан Кусто ожидает возвращения своих коллег. Он с тревогой следит за усиливающимся ветром и бурным морем. На глубине аквалангисты ничего этого не ощущают. Жизнь обитателей рифа подчинена циклам приливов и отливов. Эти циклы – часть их существования. Я отлично знаю, что такое спокойствие глубин. И понимаю аквалангистов, которые забывают о том, что может ждать на поверхности. Они находятся во власти красот подводного мира. И не представляют, с каким беспокойством мы ждем их. Субтитры создавал DimaTorzok Погода скверная и еще больше ухудшается. Аквалангисты не понимают, насколько серьезно их положение. Еще несколько минут, и мы уже не сможем поднять их на борт. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В этой прозрачной воде видимость не превышает 15 метров Но озеро в основном покрыто множеством изъеденных эрозией камней, поросших водорослями Жанриан делает необычную находку Среди камней ему попадается фрагмент глиняного сосуда Глиняные изделия для археологов – это то же самое, что золотые самородки для искателей сокровищ В ходе наших экспедиций мы обнаружили множество сосудов Это научило нас быть осторожными Все, что можно сказать пока об этом горшке – это то, что у него очень простая форма Специалистам предстоит установить время его изготовления и цивилизацию, которой он мог бы принадлежать Иногда такие невзрачные предметы по своему значению для науки превосходят содержимое царских гробниц Аквалангисты вновь обращают внимание на отсутствие рыбы Хотя, несомненно, что рыба является важным элементом пропитания индейцев племен Уру и Аймара Живущих в этих местах Риан приближается к одной из так называемых плавучих деревень индейцев Уру Они являются потомками древних обитателей этих берегов и плоскогории Ант В наши дни их осталось всего 200 человек Они испокон веков живут на воде, но испытывают перед ней постоянный страх Они считают, что тот, кто упадет в озеро, погибнет Риан решает выбраться на этот небольшой плавучий остров Водные растения служат для этих людей всем Это и овощи, и корм для скота, и топливо, и материал для пирог, а также для самого плавучего острова Растения перегнивают и их заменяют новыми Часто из-за плохих очагов здесь случаются пожары Тогда люди перебираются в пироги и ждут, пока огонь не погаснет сам Риан удивлен Даже под натиском современной цивилизации эти люди сохраняют свой уклад жизни До сих пор индейцы не любят, когда их фотографируют Они считают, что камера может украсть у человека душу Но появление Риана привлекает к нему внимание местных жителей И нам удается легко заснять их деревню В этом поселке много кормаранов В других странах жители используют их для рыбной ловли В отличие от них, уру разводят их как кур Изучая деревню, Риан делает необычное открытие Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 также отправляют в Океанографический институт Монако. Эти амфибии никогда не входили в рацион прибрежных племен, но не исключено, что они могут оказаться ценным источником белков. Каждая особь изучается, ее измеряют, оценивается интенсивность окраски тела, варьирующаяся от желтой до коричневой. Обследование завершено, амфибии выпускают в воду. По нашим оценкам, их численность в озере составляет почти миллиард особей. Тем временем, давний друг капитана Кусто, доктор Гарольд Эдгертон, из Массачусетского технологического университета, готовится опробовать свое новое изобретение. Это улучшенная модель сонара, позволяющая определять не только глубину дна, но и характер грунта, будь то тина, песок или камня. Перо самописца вычерчивает рельеф дна. Предельная глубина работы этого сонара – 370 метров. Доктор Эдгертон выясняет для Фолькор результаты, полученные вблизи островов Луны и Солнца. Наиболее интересный район теперь нанесен на гидрографическую карту. На глубине 120 метров острова соединены цепочкой скал. Этот район был бы интересно исследовать при помощи мини-субмарин. Из плоского дна озера торчат крупные каменные обломки. К сожалению, ученым... Продолжение следует... Продолжение следует...